В жизни каждого человека есть люди, которые оказывают заметные подчас, решающие влияние на формирование его профессиональных качеств, характера и мировоззрения. И особенно счастлив в своей судьбе тот, кому встретился учитель, умеющий принести любовь, доброту, глубокие знания. Сегодня в нашей программе речь пойдет об учителе биологии и географии майской школы Сусане Сходьбеевне Кемичевой. Сразу после окончания вуза она пришла работать в родную школу. Сусана Сходьбеевна, расскажите, как Вы решили стать педагогом? Меня в школу привела Сидякова Вера Владимировна. Она была моим первым учителем. И я думаю, она была человеком, которая вложила любовь к знаниям, любовь к школе. И я считаю то, что у каждого педагога, который выбрал свою профессию, имеется тот учитель, который является основой выбора профессии своей. Что самое важное в работе педагога? Самое важное, я считаю, то, что это любовь к детям, потому что дети сейчас в современное время очень активные, развиваются со скоростью света. И педагогу изо дня в день необходимо развиваться вместе с ними. Даже, я считаю, на шаг вперед идти, так как с каждым днем они задают различные вопросы, которые являются не связанными с какими-то моими предметами, которые я веду. Но все равно у них есть доверие ко мне. И это связано с тем, что они могут спрашивать различные вопросы. И я думаю, педагог должен иметь в своем багаже знаний, ответы на любые вопросы, с которыми могут подойти дети. Я веду биологию и географию. Я считаю, что биология — это очень обширный предмет. И заканчивая школу, учащиеся все равно остаются с теми знаниями, которые они получили в стенах школы и пользуются тем, чему я их научила. Ее любят и уважают как талантливого учителя в школе, грамотного, прекрасного специалиста в районе. Она всегда в вечном поиске, в вечном труде. Как вы располагаете к себе учеников? Как находите общий язык с ними? Общий язык, конечно, найти очень трудно с некоторыми детьми. Но моя профессия заключается в том, чтобы расположить детей к себе, вызвать у детей доверие. Доверие заключается в том, что учащиеся не то чтобы на равных со мной общаются. Мы можем с ними поговорить на разные темы. И тем самым учащиеся понимают, что они могут доверять мне, могут подойти ко мне с вопросом. И во время урока мы можем с ними обсуждать тему урока, которая идет. И тем самым можем отклоняться с ними на примеры, которые встречаются в их жизни. То есть они спокойно могут поговорить со мной о своих каких-то бытовых примерах, которые связаны по теме вопроса. Я считаю то, что некоторые дети, которые закрыты сами по себе, им не хватает того внимания. То есть я интересуюсь не только когда дети находятся в рамках школы, но и когда они приходят ко мне на внеурочную деятельность. Мы можем с ними заниматься внеурочной деятельностью и тем самым связываем их бытовые. То, что они чем дома занимаются, то они могут на примере привести на внеурочную деятельность, отвечая мне на вопросы. Лев Николаевич Толстой сказал однажды, что хорошему учителю достаточно иметь два качества. Большие знания и большое сердце. Всем этим обладает Сусана Схотберна, прекрасный учитель и коллега. Педагог должен стать другом для своего ученика или строгим родителем? Я считаю, что у ребенка родители одни, это его мама и папа, а уже педагог, я считаю, он должен быть другом. Что самое трудное в этой профессии? Самое трудное? Ну, я думаю, в силу своего молодого возраста я стараюсь в любых сферах участвовать, в любых конкурсах. За все хватаюсь и также стараюсь, чтобы дети участвовали. То есть для меня сейчас, как бы сказать, трудности ведения занятий в школе и также ведения различной внеурочной деятельности, для меня это не трудность. И тем более, если мне нравится моя профессия, которую я выбрала, я считаю, что это не трудно. Когда ты получаешь удовольствие от того, что ребенок с желанием приходит на урок, ребенок, когда ты задаешь ему вопрос, он спокойно поднимает руку и с желанием ответить тебе на вопрос. Это, я думаю, многого стоит, так как результат виден, когда учащиеся работают на уроке и получают хорошие баллы на конкурсах и на экзаменах. Пусть ваш педагогический талант, душевная щедрость, еще долго остается маяком для коллег и учеников. Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость. Ваш труд невозможно оценить, он бесценен. Вы столько сил отдаете своей работе, отнимая от своих близких свое ценное внимание. Желаю провести этот праздник в кругу близких и родных вам людей, любви, терпения и удовольствия. Продолжение следует...